Продолжаем читать книгу Якова Исидоровича Берельмана «Занимательная арифметика. Круглые числа». Вероятно, все замечали на себе и на окружающем, что среди цифр есть излюбленные, которым мы питаем особенное пристрастие. Например, очень любим круглые числа, то есть оканчивающиеся на 0 или 5. Пристрастие к определенным числам предпочтений их другим заложено в человеческой натуре гораздо глубже, чем обыкновенно думают. В этом отношении сходятся вкусы не только всех европейцев и их предков, например, для древних римлян, но даже для первобытных народов других частей света. При каждой переписи населения обычно наблюдается чрезмерное обилие людей, возраст которых оканчивается на 5 или 0. Их гораздо больше, чем должно бы быть. Причина кроется, конечно, в том, что люди не помнят твердо, сколько им лет, и, показывая возраст, невольно округляют годы. Замечательно, что подобное же преобладание круглых возрастов наблюдается и на могильных памятниках древних римлян. Эта одинаковость числовых пристрастий идет еще дальше. Один германский психолог, профессор Марбе, подсчитал, как часто встречаются в обозначениях возраста на древнеримских могильных плитах та или иная цифра и обозначения возраста по переписи в американском штате Алабама, где живут преимущественно афроамериканцы. Получилось удивительное согласие. Древние римляне и современные нам афроамериканцы до малейших подробностей сходятся в числовых пристрастиях. Конечные цифры возраста по частоте их повторяемости располагались в обоих случаях в одинаковой последовательности, а именно 0, 5, 2, 3, 7, 6, 4, 9 и 1. Но это не все. Чтобы выяснить числовые пристрастия современных европейцев, упомянутый ученый производил такого рода опыты, он предлагал множеству лиц определить на глаз, сколько миллиметров заключает в себе полоска бумаги, например, в палец длиною, и записывал ответы. Подсчитав затем частоту повторений одних и тех же конечных цифр, ученый получил снова тот же самый ряд 0, 5, 8, 2, 3, 7, 6, 4, 9 и 1. Нельзя считать случайностью, что народы, столь отдаленные друг от друга, и антропологически, и географически, обнаруживают полную одинаковость числовых симпатий, т.е. явное пристрастие к круглым числам, оканчивающимся на 0 или 5, и заметную неприязнь к числам некруглым. Любовь к пятеркам и десяткам находится без сомнения в прямой связи с десятичным основанием нашей системы счисления, т.е. в конечном итоге с числом пальцев на наших обеих руках. Остается неразгаданная лишь та правильность, с какой слабеет эта симпатия по мере удаления от пятерки и десятки. Это пристрастие к округленным числам обходится нам, надо заметить, довольно дорого. Товарные цены в розничной продаже всегда тяготеют к этим круглым числам. Некруглое число, получающееся при исчислении продажной стоимости товара, дополняется до большего круглого числа. Цена книги очень редко бывает 57 копеек, 63 копейки, 84 копейки, а чаще 60 копеек, 65 копеек, 85 копеек. Но округленность цены достигается обычно за счет покупателя, а не продавца. Общая сумма, которую потребители переплачивают за удовольствие приобретать товары по круглым ценам, накапливается весьма внушительно. Кто-то дал себе труд задолго до последней войны. Примечание. Имеется в виду Первая мировая война 1914-1918 года. Приблизительно посчитать ее. И оказалось, что население России ежегодно переплачивало в виде разницы между круглыми и некруглыми товарными ценами не менее 30 миллионов рублей. Не слишком ли дорогая дань невинной слабости к округлениям? Редактор субтитров А.Семкин